ПЕСНЯ 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 Если кто-то вспомнит, то он может меня поправить. В день, когда по благовестию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа, толкование, с этих слов начинай новую речь, ибо теперь говорит апостол о том, каким образом судимы будут все вообще люди. В день суда предстанут собственные наши мысли, то осуждающие, то оправдывающие. И человеку не нужно будет на судилище том ни другого обвинителя, ни другого защитника. А дабы увеличить страх, не сказал грехи, но тайные дела. Люди могут судить одни явные дела, а Бог, говорит, будет судить тайные дела через Иисуса Христа. То есть, отец через сына, потому что отец не судит никого, но всякий суд отдал сыну. Мы там читаем Иоанн Гритана, 5.22. Можешь и так разуметь слова через Иисуса Христа. «По благовествованию моему, предоставленному мне Иисусом Христом». Здесь внушает, что благовествование не проповедует ничего противоестественного, но возвещает то же самое, что вначале внушено людям самой природой. То есть, что и благовествование свидетельствует о суде и наказании. Пожалуйста, вопросы, дополнения. На прошлом занятии мы тоже обсуждали. Как же до закона язычники, не имея закон, как они спасались до принятия христианства. А вот нам толкователи толкуют, что мысли, одна осуждающая другую. То есть, совесть, я так думаю, это мысли. А когда я Тихонин заметил, что совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. А они скажут, так только с израиленским народом Бог завет заключил. А остальные какое отношение имеют к этому? Они же тоже творение Божие. И тоже у них есть душа, которую сотворил тот же Бог. И также духом святым мысли им приходят то осуждающие, то оправдывающие. А они будут судиться именно по этому закону. И дальше вот апостол Павел, римлянам, он как бы примеряет язычников и христиан, пришедших из язычников, и христиан, пришедших из иудеев. Иудеи течили, что у них был закон, а язычники... Ну, там тоже свои моменты. Иудеи тихо. Вопросы есть по этому стиху или дальше идем? Дальше. 17-18 стих. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. Толкование. Сказав, что для спасения язычника, исполняющего закон, ничего более не нужно, вычисляет, наконец, преимущества иудеев, полагаясь, на которые они гордились перед язычниками. Прежде всего говорит об имени иудея, ибо оно составляло большое преимущество, как теперь имя христианина. Не сказал ты иудей, но называешься, ибо истинный иудей тот, которого исповедует иудеям, потому что иуда значит исповедание. И успокаиваешь себя законом. Вместо не трудишься, не ходишь, не разузнаешь, что должно делать, но имеешь закон без труда, наставляющий тебя на все. И хвалишься Богом, то есть, что ты любим Богом и предпочтен прочим людям. Обращать же любовь в Божию, средство презирать существа однородные, есть признак крайнего неразумия. И знаешь волю Его, то есть Божию, и разумеешь лучшее, то есть решаешь, что должно делать и чего не должно делать. Под словом лучшее, надо бы наразуметь, приличное или полезное каждому. Полкование закончено. Вопросы. Ну вот здесь сравниваются тогдашние иудеи с сегодняшними христианами. И сегодня действительно православные христиане, так же как тогдашние иудеи, перед язычниками кичатся. Перед кем православные кичатся? А вот перед прочими сегодня так называемые конфессии, по-нашему сказать, еретики, заблуждающие, извращающие христиане. Они кичатся перед ними, гони их в шею, там они еретики проклятые, вместо того, чтобы показать им лучший путь, разуметь лучшее. Ты разумеешь лучшее, покажи, как. Не гнать их в шею, как некоторые кичать это делают, неправильно. Вот, то есть повторяется на сегодня то же, что было тогда при апостоле Павла, когда он это писал. И вот они успокаивают себя. Мы православные, мы исповедуемся, причащаемся, у нас батюшка есть, мы у нас тут, все-все у нас есть, а мы все-таки тут вообще есть. Кичат. Можно я скажу себе? Сами при этом нарушая закон, есть православные христиане, которые соблюдают все, и каноны, и все, не от тех. Сейчас речь. Апостол Павел говорит о тех иудеях, а сегодня христиане, которые нарушают каноны церковные. Мало того, каноны, заповеди Божьи нарушают. А при этом учат других соблюдать. И они у других людей, ну разве вызовут доверие? Нет, не вызовут. И дальше мы будем читать, как ты учишь другого не красть, а сам крадешь. Вот. Сергей, иди, давай. Можно, да? Вот ситуация такая, ты говоришь, что как бы гонят и закрывают дверь. Ну в основном это перед уже свидетелями, да, которые ходят по домам. Но ситуация такая, если в древнем Израиле учились все, изучали Тору и были грамотные даже до последнего христианина, ну то есть у кого даже не было это самое родителей, сироту, положено было обучать. Учили и девочек, и мальчиков читать, писать и законы Божию Тору, то у нас просто поголовная, поголовнейшая безграмотность. И то, что они закрывают дверь и гонят, они просто на другое не способны. Это даже хорошо, что они не могут открыть разорта и сказать что-то. Потому что если они откроют рот и начнут говорить, то или какое-нибудь суеверие, или вообще не имеющие отношения ни к Слову Божьему, ни к чему. Поэтому здесь они больше не... Как вот у нас есть протарей такой Владимир Сорокин, он вел какие-то программы, что ли еще там отвечал на вопросы православных. И его спросили, вот ходят по домам уже свидетели, что нам делать? Он говорит, а вы их отправляйте и закрывайте перед ними дверь и не беседуйте. А что он мог еще посоветовать? Он сам по-другому себя не может вести. Он полуграмотный, хотя профессор считается. У него профессорское звание у протеерии. И паста его такая. И учить он не хочет. И не может. Не то, что не хочет. Не может он этого делать. Не способен. И мы не способны ничего сейчас говорить. Мы не знаем священного писания. Я говорю, за православных. Что мы можем... А иудеи, они могли. Они могли. Они нам не в пример. Другое дело, что там вот о подмене Игнатий Тихонович говорил. Еще после занятий будем говорить. Это другое дело. Две разные вещи. Иудеи и православные христиане. Абсолютно. Небо и земля. Вот и все. Ну, не все православные христиане не знают православного учения. Сереж, это не все. Естественно, не все. Но о чем мы говорим? Если сравнивать с тогдашними иудеями, то в процентном соотношении, конечно, иудеев усили крепче и лучше, чем сегодняшний православный. Русский. Причем это русский? Да всех. И молдаван, и сербов, и греков, и грузин. Все. Все, абсолютно все безграмотные. Все. Одинаковые все. Никакой разницы нет. Все одинаковые. Такие же точно. Так, еще, пожалуйста, вопросы дополнения к кого возникли? Возражения, может быть. Так. Идем дальше тогда. Игнатий Тихонович, скажете, нет? Сережа, я вот вас слушаю, и Сергей, тут мне добавлять нечего. Вы по такому уровню отвечаете, что только надо плакать, стоять и больше ничего. Когда слепорожденного прогоняли, говорят, этот народ невежда, во грехах ты весь родился. А я добавляю до этого, да вы же, разлюбезные батюшки, довели его до этого. Теперь люди вопрошают об иконах мироточивых. Я уже приводил этот текст из газеты «Комсомольская правда». Составили какую комиссию, там вообще, профессора, геологи, Павел Флоренский новый, который, директора разных университетов, и пришли к выводу. Вы простите, говорят, но народ наш очень тупой, невежды. Те же самые слова они говорят сегодня. И говорят, что сатана может всякие знаки подавать. Ну, по-русски сказать, не демоническая ли сила нам эти мироточения-то все устроило. Это, конечно, результат, который они представили патриархии. Там кого только не было, историков нет. Вот и все. Но если этот человек неграмотный, которого они считают тупым, он попадет к баптистам или где, а они о нем сказать уже этого не смогут. Они его научат любить. И правильно Сергей все это говорит. Страха-то нет. Как они в священнике? Семинария, учатся. Что он учится-то? Вы посмотрите программу. Вот у нас здесь учатся, и что изучают? Ну, это же не один день-два. Три-четыре года надо учиться. Оказывается, предмет по изучению, даже говорить не надо, раскопок идолов местных язычников в Горном Алтае, в Воротах. Зачем ему эти идолы, когда он никогда их и не увидит, даже этих идолов? Их нету, они только в музеях где-то, в программах. Получает кто-то деньги за эти уроки. А Библия-то вот совсем мало знает. Много обряда, много ненужного и мало любику Господу. И Сергей что говорил, я вижу, он пережил это, иначе бы он так не мог сказать. Отошел. Римлянам 2 глава 19-20 стихи. И уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец верения истины. Толкование. Выше говорил, что слушание закона не приносит никакой пользы, если не будет присоединено исполнение. Потому что не слушатели закона говорят праведные перед Богом, но исполнители закона. Теперь говорит нечто большее именно. Хотя ты был учитель, но если не исполняешь закона, то не только не получаешь себе никакой пользы, но и навлекаешь на себя большее наказание. И как иудеи весьма превозносились учительским достоинством своим, то из этого особенно доказывает, что они достойны осмеяния. Ибо когда говорит путеводитель слепых, учитель младенцев и прочее, то изображает надменность иудеев, которые называли себя именно путеводителями, светом и наставниками, а обращенных из язычества именовали находящимися во тьме, младенцами и невеждами. Но ты имеешь образец верения истины не в делах и не в заслугах, но в законе, полагаясь на него как на изображение добродетели. Так иной, имея у себя царское изображение, сам ничего не списывает с него, но те, у которых нет его и не видя его, верно подражают ему. Итак, всякий учитель пишет и изображает в душах учеников познание добра и потому саму истину. Если он осуществляет это и в деятельности, то будет совершен. В противном случае будет таким, каковы осуждаемые теперь апостолы. Некоторые подобразом разумели образец видения ненастоящий. Ты имеешь, говорит, познание и благочестие не истинное, но подделанное и прикрытое ложным видом. Одни считали истинное, другие не истинное. Толкование такое двоякое. Хотя тем, что они своим ложным видом, и пока люди-то не верят, что это истинное учение, когда сам человек, уча другого, не красть, крадет. Как ему поверят? Что он учит не пить, а самого рот в вине. Вот о чем апостол Павел и говорит. И в Евангелии говорится, что все, что они вам говорят, делайте, делайте. По делам же их не поступают, ибо они говорят, но не делают. А сегодня некоторые, а вот они, попы такие, пузатые, на местах ездят, поэтому это и не церковь, и ничего. Хотя учат, бывает, правильно, в священнике. И по Библии примеры есть у нас, слава Богу. Олег Стеняев, очень любит правильно и много толкового говорит. И как раз с обращенными не от язычников, а вот, по-моему, он, королик был, с пятидесятниками, он общался. Очень достойно, мне понравилось. Разоблачает их лжеучения прекрасно. Вопросы? Идем дальше, Игнать Тихонович. Тут нужно сказать то, что заблокировано все, словом не осуждайте. Что бы ты ни сказал, священник сразу, а кто тебя ставил? Ты имеешь на это благословение? Никогда этого в церкви не было, чтобы Бог разделял вот в таком статусе. Если он священник, ему нельзя ничего сказать, но он не учит. Но я ему говорю, я считаю вам, Феофана Затворника, вы все упустили, дом горит, вы пропадаете. Ведь если так разбирать, вот как они сегодня, не трожь меня, не осуждай, священники вкладывают только один смысл. Отстань, не лезь ко мне. Больше ничего нет. А они осуждают подряд всех. Возьми пророки, они осуждали? Священники, вы благословляете. Я прокляну ваши благословения и уже проклинаю, говорит Господь, пророк Малахия. Это ничего не осуждение? Да у них благословение только это главное, чтобы махнуть рукой. А Слово Божие говорит, проклинаю ваши благословения. И люди склоняются, подходят к священнику и получают проклятие. Да разве это может быть? Считай Библию. Если ты видел, что он согрешает, а ты промолчал, тебе рот заткнули, Иезекииля 3.18, он умрет. Но его кровь я взыщу с тебя, говорит Господь. Вот как исправить? С чего начинать? С Дома Божия начнется. С Дома Божия. Если праведники едва спасаются, они счастливы. Где явятся? Если представляем перед собой суд Божий, мы бы заботились о священниках и молились, и подсказывали, и подходили. А так что? Подошел, сунулся. Он отмахнулся от тебя, и ты пошел своей дорогой. Страха Божия вообще нет. И ни с той, ни с другой стороны. Славу друг от друга ищите, а от единого Бога не ищите. Как вы можете служить Богу? Веровать в Него? То есть это несовместимые вещи. И поэтому надо подсказывать батюшке, говорите всегда о том, как Господь говорил, отвергнись себя. И кто не отвергся, следует за Богом. В храмы не достоин меня. Своё ярость общи. Удали его. Не переживай. Да, меня поносят. Почему? А меня с другой стороны хвалят. И руки мои, как весы. И эти хулители, они выравнивают. И всё это теперь перед Богом. А кого не гнали? Кого не хулили? Горе вам, когда все о вас будут говорить хорошо. Но я ничего не знаю. Много знать не надо. Ты видишь безобразие торговли? Если бы сегодня к священнику пришло бы 50 человек, да поврось. Батюшка, уберите это. Мы будем десятину платить. И показать, какая это цена. И всё. Но боятся те, которые торгуют. Господь выгнал. А раз у вас не выгнал, значит, он ещё не приходил в этот храм. Говорят, ничего нельзя сделать. У меня поговорка есть. А ещё и не начинали. А ты начни, да что-то и получится. Шагни вот рядом, который храм. Посмотри, что не так. Познакомься с батюшкой. Начинай говорить. Подготавливать к окрещению надо. Делать, показывать примеры, которые вокруг нас есть. Не надо бояться этого. Тебя сектантом нарекут, псевдоправославным. А ты твори своё доброе дело. Если батюшка будет против, Бог что-то усмотрит. Мне вот один написали, что делать, куда выезжать. Священник запился, мы не знаем, что делать. Я говорю, молитва. Ну а чём молитва-то? Я говорю, давайте молиться. Вот сейчас, с этого момента, становимся на молитву. Они чуть ли не утром мне говорят, чудо совершилось. Архиерей убрал его. Вот и всё. Другой знает, священник пьёт в алтаре. И говорит, что делать? Меня там сразу задушат. А ты говори. Он поехал к архиерею, сказал, архиерей принял меры. Мы зачем на архиерея возлагаем то, что он ещё не показал себя? Сегодня он такой, завтра такой. Каждый по своей возможности делает, как Златоуз говорит. Я один, говорит, ничего не успею сделать. А вот патриарх был, добрый Иван Дурачёк на печке приехал, да поправился тут с нами. Писали Роберту Рождественскому одни. И говорят, у нас народ-то хороший. Но вы там найдите нам башковитого мужика-то, пришлите в колхоз. Он говорит, у нас нет такого склада, чтобы по полочкам лежали башковитые мужики. Вы своей среды-то выдвинете такого. Помогите. Ну, неужели никого нет? Есть же такие люди-то. И когда мы будем гореть этим огнём, то тогда будет понятно, что он говорит здесь. Вот хвалятся православные, всё правильно сказали. Ну, а дальше-то какой? Мы должны быть делатели. Понимаете, мне сказать-то нельзя. Сказал, а ты хвалишься. Я ничего уже не говорю. Но тот вопрос, который проблемой называет... Ненавижу это слово. Нерешённый вопрос его замените все. Ты сразу начинай приступать. Не завтра, а сегодня. А как сегодня? Вот сейчас только кончим. Ты знаешь, где ходишь, храм? Узнай имя батюшки. Узнай, в чём он имеет нужду. И начинай молиться. Сейчас же здесь. И ты увидишь, как поплывёт всё в другую сторону. Создать нужно встречное течение против того, которое они создали. Отошёл. Игнать Тихонович, вы слишком близко микрофон держите. Стук чуть подальше, в сантиметрах. Хорошо, я не знал, прости. 21-24 стихи. В Римлянам 2 глава. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя, не красть, крадёшь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушаясь идолов, святотатствуешь. Валишься законом. А преступлением закона бесчесть чеш Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Толкование. Излагает мысль свою в виде вопроса, пристыжая тех, которые хвалили, что они учители. Святотатством называет хищение, посвящённого идолам. Ибо хотя они гнушались идолами, но обладаемые сребролюбием коснулись посвящённого идолам из постыдной корости. После этого излагает самую тяжкую вину, говоря, «Валишься законом, как превознесённый честью от Бога через закон, а преступлением закона бесчестишь Бога». Здесь три вины. Первая. Иудеи бесчестят. Вторая. Бесчестят Бога, превознесшего их честью. И третья вина. Бесчестят закон, нарушая его, так как он служил к их чести. Но дабы не подумали, что обвиняет иудеев сам, привёл в обвинителя их пророка Исаию, выставляя две вины их, ибо они не только сами оскорбляют Бога, но и других приводят к тому, и не только не учат жить по закону, но и учат противному, учат хулить Бога, что противно закону. Ибо видящие их развращения говорят, этих ли должен любить Бог? Неужели Бог, любящий таковых, есть истинный Бог? Вопросы? Говорите на это. Тут объяснение даётся на всё. Но вот один стих не могут объяснить. Я неоднократно обращался с баптистами, с субботниками, я говорю, скажите, глушая силов святотацию, что такое? Впереди не прелюбодействуй, знают. Хвалишься законом, преступлением закона бесчестия Бога, знают. А глушая силов святотатствуешь как? Вот вопрос ко всем. Проверь, Сергей, пусть выскажутся. Братья много знают уже. Пожалуйста, кто знает, или кто чувствует, может быть, что знает, что это такое? Толкование только что прочитали. Что значит, глушая силов святотатствуешь? Костол обращается вот к учителям тогдашним к иудейским. Они вот такое делали. Святотатствовали. Ну, здесь святотатство, это два слова в совокупленном месте. Святость и татство. Святость мы как бы имеем понимание, а татство, воровство, вор, тать. Святотатствующий, то есть обкрадывающий, произносящий ложная святость. Святотатствуешь, как оборовываешь святость по-другому. В чем заключается это? В том, что ты, если данному тексту придется его купить, то есть человек, имея познание о Боге, взял и, говоря, может быть, правильные слова, но делая неправильно, и тем самым он служил к тому, как по ношению на истину. Он как обкрадывал истину и обкрадывал святость своим поведением, потому что искажал ее. На него смотрели и говорили, ну как же, вот он человек, вроде верующий, и надо ему подражать. И подражая ему, люди уходили от Бога. То есть он ему служил, как уворовывающий святость. Святотатство, то есть это уклоняющийся от истины. Все, я закончил. Больше не могу ничего сказать. Роман Малыш, можно? Можно. Ну, то есть, как и еретики, они священное писание постоянно обкрадывают. То есть они постоянно что-то укорачивают, изменяют там, или вот как эгоисты, они тоже многое выбрасывают. Это тоже святотатство. Хорошо, тогда главный вопрос. Чем святотатство отличается от ереси? И святотатец от еретика. Святотатство, это когда обрезает, а еретик, когда извращает. Это так я понимаю, может. обкрадывает, то есть... Ну, обкрадывает, обрезает. Из Библии выбросили, вырвали. Да, да. Это святотатство. Их, ну, это значит, он тать украл. А тот все так же оставил, но извратил смысл, еретик. Да, да. Я думаю, что еретик, это тот, который заблудился, совратился, там, за счет чего-то. А святотатствующий, это можно было бы отнести к дерзости. Он разумеет, но дерзко делает детской рукой свое искажение. Все, закончу. Можно мне чуть-чуть. Можно, да. Дело в том, что вот в греческом переводе вместо святотацию стоит кощунствуешь, а в славянском святая крадиша, правильно, как говорит вот Олег, святая крадиша. Но в оригинале вот в греческом стоит кощунствуешь, гнушаясь идолом в кощунствуешь. То есть, ну, разобраться здесь тяжело все-таки. Да. Все-таки должно здесь о лицемерии говорится человеческом, который, уча других, сам перестает жить благочестиво. Вот. Я понимаю, о чем хотел Игнатихович сказать, что там вот о иконопочитании, как бы, да. Но оно, иконопочитание у нас, вот оно с Ветхого Завета начинается, вот, потом, как бы, через Христа освящение человеческой, ну, природы, человеческой плоти, и поэтому оно имеет быть иконопочитание. Это относится, скорее всего, как относится Игнатихович к баптистам. Взлышаясь идолов, не почитаешь иконы. Я так понимаю, да? Ну, вот, на славянском название святая крадеши, то есть, святотацию ворудишь, да, святое. А на греческом оригинале если это тощунствуешь. Что-то все, не знаю, как течет. Ну, Кощунник, это пренебрежение дерзкое такое, извращающее. Кощунник, это издевается на святыню. Да, да, да. И осмеятель, осмеятель. Он не почитает на святыню. Не почитает ничего. Вот, это Кощунник. Ну, они, гнушая с идолов, написано, святотацию, то есть, они гнушали с идолов, знали, что идолы это идолы, что они гнушались. То есть, но, они что, воровали, получается, в идольских капищах, что ли, туда ходили? Или, или... Вот в русском переводе, в этом, в синодальном стоит так, да, кралешь святость. И в славянском, на наше... И Феофилак нам тоже объясняет, что люди приносили жертвы идолам, и они эти жертвы крали, зная, при этом, что идолы это вот мерзость. А как они допускали, что в храм, что ли, приносили жертвы и богу, и идолам в один и то же, или они в разные храмы ходили? Наверное, новоязычников крали, раз Феофилак это объясняет, на новоязычных жертвы едет в крали. Я... Можно, позвольте сказать? Позвольте. Один из фильмов я смотрел, вот Игнатий Тихоневич об этом говорил, тоже я давно этот фильм смотрел, там, где Комаров Дмитрий ездит, вокруг... как, что там... по миру ездит, в общем, по одной, с другой стране бывает, там, и там, то он где-то среди Кореи, то еще там в каких-то странах бывает, с Украины, парень. Мир наизнанку называется программа. И там в одном месте, по-моему, где-то он в Латинской Америке прибывает, и там вот люди, шахтеры, которые спускаются в шахты, и они там добывают серебро, там еще что-то такое, ну, типа рудников у них там. И они спускаются вниз туда, в подземелье, а там у них капище такое стоит, и капище сатане. Он говорит, как же, вы же приняли, Христа, вы же христиане, а как это так у вас? Говорит, ну, а нам вам сказали, вот Бог, он там на небе правит, там над землей, а мы-то под землей, а здесь свой Бог. То есть, вот это святотаста, в принципе, святотаста. Но их так научили, вот так они делают. И вроде как говорят, о, это христиане, да, ну, посмотрите, они как бы прилепились к одному, не отлепились к другому. вот он результат. Все, кончено. есть кто желает выставить? Давайте по порядку рассмотрим этот стих. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? То есть, противовес того, что учишь, и дальше самого себя-то ты не учишь, главный учитель. Тут разговор шел о том, что надо, и противовес тому, конкретно. Учишь, учишь. Второе. Проповедуй, не крась. Крадешь. Мы сейчас не проповедуй, не крась. Можем говорить в духовном плане, обкрадывай, там, отняли, писание, да, все это верно. Но ты крадешь. Нужно понять, что он проповедует, не красть. И с этим обязательно противоположное ему, противоположное, на другом конце полюса. Крадешь. Дальше, говоря, не прелюбодействуй. Прелюбодействуешь. А прелюбодеяние что такое? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иакова 4.4. Это все вкладывается в это. Но проповедуй, не прелюбодействуй, бьет, а прелюбодействуешь. Он не сказал, что вы в это время там что-то своровали. И именно крадешь, не крадешь. Прелюбодействуй, не прелюбодействуешь. И здесь точно так же, гнушаясь идолов, святотатствуй. Что такое идол? Ну, мы можем прочитать 44 главу Исаия, 134 Псалом, есть глаза, не видят, уши не слышат, ноги не ходят, ну и все такое. Делать ничего не могут. Правильно ли ты делаешь? Правильно. А почему тут святотатствуешь? А вот сегодня мы должны увидеть, а напротив идола что? Что имеет уши? Что может слышать? А что это такое? Ну, в первую очередь, там сравнение дается с человеком. А во-вторых, у нас буквально сегодня Сергей говорил о иконопочитании. Крадешь святость. То есть, священные изображения, те же самые сектанты, они идолов, поставь им Астарту, не будут кланяться. Принеси памятник Ленина, не будут. Но зачем же ты крадешь святость от святой вещи? Они хулят рукоположение, подряд все. Церковь, то есть, то, что свято, то, что установлено, но в первую очередь, то, что напротив идола. А напротив идола очень похожие иконы, больше нету. Ничего. Что бы ни говорили, ну, они именно иконы называют идолами. И давайте с этой стороны первоначально рассмотрим. Глушаетесь идол правильно, но иконы не идолы. У меня есть ролик, я поставил, не идолы. И это легко видно. Я не говорю о поклонении, ничего нету. Там о поклонении речи нету. Но ты считай, 41 глава, 17 стих пророка из Икииля. Устройство храма, в который пришел Христос. Я разговариваю с учеными, людьми, в присутствии до большого собрания у баптистов, там у адвентистов. В какой храм приходил Христос? Соломонов. Ну, какой же Соломонов? Вторая, параллепоменон, 25 глава, считайте. Навхононосор изломал море, все утащил. Все перешло в другое место. А какой же тогда пророка Айдея, считайте, из Икииля, где говорится, что за Рававелю, Иисусу, сыну Иосидеков, было повеление. Точно так же, как Моисею, виденному на небе перенести, откопировать сюда. И Бог сказал, длина, высота, и чтобы были изображения. Изображения икон. Это иконы. Снутри, снаружи, от пола до потолка не было места нигде, чтобы не было икон. Иконы, это изображения. Перевода иконы никакого нету, только одно. Как крещение, только погружение. Все остальное лукавство. И как же ты святотатствуешь? Это в буквальном смысле иконопочитание и о священных изображениях в храме, которые были. При Павле, Павле, они были, это второй храм был. Третий, сейчас они готовятся. Уже провозносили первосвященника, поставили, уже сосуды закупают, минору. Тут невероятные, говорят там, это речь, чуть не полтонны весит, из чистого золота. Проповедуя, что гнушаясь идолов, то есть отвергаясь, плюю. А что, святотатствуешь, гнушаешься? Вот на это надо сегодня посмотреть. Если мы скажем, вы идолов признаете? Нет. А как же вы признаете, как идолы, глухие не слышите? Как у вас ломают хлеб, говорите, при счастье? Когда это было в церкви? В истории церкви никогда этого не было. Вы святотатствуете. Преломление, хлеба устроили. Я говорю, а хлеб остался хлебом? Да. Там таинства нет. Крещение, которое не делается, человек не омывается, а скверняется, как говорили святые люди. И этот стих очень серьезный. А раз он такой серьезный, поэтому ответ заблокирован. Если заповедь уча другого не учишь, самого себя, легко объясняют. Значит, она открытая заповедь. А это закрытая. И когда я начинаю объяснять, ну, напротив одного другое стоит. Хвалишься законом, а преступлением закона. Речь идет о законе. Бесчастишь Бога. Здесь сразу восстают против. Значит, это святотатствуешь, самое заблокированное сатаною. Это сердцевина вот того, что Павел сказал. А было ли, что сразу понимали? На другой день могут понять. На первый нет. Почти везде заблокировано. Ну, а при чем тут иконы? Ну, а что напротив видола? Поставь другое. Там не учишь, учишь, красный, не красный, прелюбодесный. Что напротив видола-то? Где говорится святотатствуешь, там это изображение, статуя, это должно быть что-то стоять. А чего ты святость крадешь? Священное изображение. С сектантами надо разговаривать очень серьезно. Но изделие рук человеческих. Я говорю, а ковчег изделие или нет? Изделие. А вы знаете, что в ковчеге было? А что? Скрижали. И скрижали, называли Слово Божие. Вначале было Слово, Слово было у Бога. Христос Слово? Слово. А где Он был? Внутри Девы Марии. Она является прообразом в ковчеге. И когда жители Бевсомиса заглянули туда, когда Он из плена возвращался, написано, и не порадовались. 50 тысяч и 70 человек Бог убил сразу. Не плевали, как баптисты, не рубили. Что означает? Святотатство. Поэтому из церкви сегодня даже агарок, свечки брать нельзя. Вот сюда повернули, на свечки в основном. А воруют сколько хочешь. Десять раз свечки перепродают. Это я говорю то, что своими глазами видел. При счастье идет, свечку купи, а ее зажигать уже некуда. И поэтому целые большие корзины тут же опять отоваривают ему деньги, выдают и проще. То есть мы виноваты против этой заповеди больше всех. Я вот где бы не считал, что мне, ну что они баптисты-то? Мы-то как? Они за себя ответят. И хуже нас никого не вижу. И когда говорят анафемы, я вижу, что все четыре анафемы, которые в Библии, они все против нас. Почему? Кто будет говорить иное, галатам 1, 8, 9, анафема? Да кто? Иное, это никак написано. Это же православное, они что-то не говорят, не так. Кто не любит Господа, марана по анафемам. Как мы его любить можем, когда не знаем ничего? Нельзя любить отвлеченное. А за что любить? Я ей рассказываю, он умер за меня, ты же огреченца, да, я все время плачу. Он умер, меня за меня? Люди не усваивают это. И когда я все рассказал, вы посмотрели, что с ней было. Душа рождается на глазах. У ней глаза другие делаются. Она буквально бьет себя по бедрам. Да неужели ж не могли мне это сказать раньше, а я по монастырям ездил, я же абортница. Ну почему не сказал-то мне это там схи-рахмонах-то? Ну мог бы сказать, эти грехи на себя взял Сын Божий. Возмездит за грех смерть. Он тебя выкупил. Мы себе не принадлежим. Эти слова не могли ни в одном монастыре сказать-то. Это мне говорит душа, через которую я пришел. Еремея Ивановна Матвеевна. Город Венсполс. Вот ведь беда-то какая. И мне до 23 лет никто это не сказал. Самое простое. Именно за меня меня не надо было убеждать. Только показали написано, я уже был все. Другой. Почему? Живое слово. Вы очищены через слово, а мы скверные, когда мы не считаем Библию. Не знаем ее. Отошел. Позвольте. Позвольте. Ответ к Игнатию Тихоновичу несколько. Ну и ко всем соответственное обращение. Тогда, когда были изображения сделаны в храме, все изображения не служили для поклонения. Если бы кто-то захотел поклоняться завесам, на которые были изображены хирурги, мыли ангелы, или блюду тому, которое как море медное, или еще или иному какому-то изображению искованному, изваянному или изнализованному, то тут же бы немедленно был бы, наверное, усечен, усечена была голова бы его за поклонение этим вещам. Там не было, были изображения, но не было поклонения им. Почему? Баттисты говорят, что православные двопоконники. Потому что они, видишь, как относятся к иконам. Хотите и содержать, да Бога ради. Но когда вы повергаетесь перед ним, вот тут-то начинается самое интересное. Поэтому здесь я считаю, что некорректный пример, что были иконы в храме, и у нас есть иконы, там они были, им не поклонялись, а здесь происходит поклонение. Поэтому будьте внимательны. Я закончил. Так, Олег, объясняю. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Давид говорит, поклонюсь святому храму твоему. Что, мимо прошло нас? Храму, храму, прямо высказано. Дальше. И перед ковчегом поклонялся, падал, а мы не можем разделять, херувимов убрать, то есть, конкретно он не мог зайти, но перед ковчегом он распростирался там, и там херувимы. Но баптисты-то ведь не просто, что не поклоняются, их никто не говорит. А я вот стала баптисткой, я говорю, икону, я сразу порубила, сожгла. Никто ее не заставлял поклоняться, это она дала бы в храм. Нет, она сожгла, она святотатис. Но дело-то идет в том, что ненависть, ненависть к священным изображениям. Я говорю, что, идол есть ничто, давайте остановимся. Ничто? Изображение рождения Иисуса Христа, икона. Это ничто? Ну, безумие полное. Дальше. Воскресение Христа, Христос возносится, это ничто? Они вообще ничего не понимают, сектанты. Почему? Нет благодати освящающей через священство. И поэтому каждый лжемудрствует как хочет. Вот в чем дело-то. В Израиле они очень хорошо знали, что такое идол и что такое священное изображение. И ни на одно изображение, вы говорите, убили бы. Если бы сказали, что это идол, вот когда убили бы. Да, они к стенам не прислонялись, не целовали. Не было людей изображенных. А почему? По образу небесного. Там не было еще людей на небе. Как только херавимы были, херавимы изображены были. Когда люди стали после смерти идти туда, сразу изображения в церкви появились. Все по образу небесного. А у бакистов, у сектантов по какому образу-то? Ни одного изображения, а по образу могильного склепа. Вся, говорит, вера, как оглобля голая. Херавим первым всегда это был, и Бог являл себя и через расцветший жезл. Жезл, сухие палки, за ночь расцвела, пустила ростки, и готовые плоды к утру были. А как они относились? Благоговейно. И мы видим, как благоговейно относились. А здесь никакого благоговения нет. Или чрезмерно, или... Да, у нас по иконам никто не ходит здесь, то есть по стенам. Но когда мы уходим уже как к кресту, лежат иконы изображения. А будет ли это и до поконства? Никогда это и не было, это почтение, выраженное самому образу, первообразу. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, я слышал ваши пленки очень давно, и слушаю здесь и много сейчас что смотрю. Вы сами говорите о том, что вы, правильно говорите, что вы, и долопоконники, побежали по иконам целовать и бодать их. И если вы лично имеете отношение к иконам, то есть, ну, как картинка и прочее, и не молитесь на нее, это один подход. А другой подход, когда побегает и начинает там молиться, и имеет страх перед ней, но не перед Богом. Вот это важные вещи. И нельзя этого отрицать. И вы сами свидетельствовали во многих местах об этом. И поэтому, когда вы говорите, я имею такое личное понимание, ну, Бога ради, хорошо, но те, те баптисты, которые кто-то рубил иконы и выбрасывал, сжигал, они имели тоже какое-то свое понимание. Имея свое понимание такой подход к этому, вы можете поступать так. Но те, которые видели в них идолов, они поступили с ними, так как они видели. И к чему их осуждать? Разве это где-то названо грехом или еще что-то? Нет, никак. И если кто-то, например, есть то же самое, что и злопоклонство, тоже грех и сребролюбие. И да, много можно найти, но ситуация, как человек к этому относится. Как он видел, так он и поступил. Он поступил под достоверение веры своей, которую он видел. Если он почитал их завидов, он взял и с ними поступил, как с видовами. Если вы почитаете их какими-то святынями, ладно. Нравятся вам эти картинки? Пускай будут. Но если вы будете перед ними поклоняться, то это будет как раз и злопоклонство. Все, я закончу. Можно теперь я скажу? Можно я скажу? Олежка, Олег, открывай, значит, 5-й псалом, 8-й стих. Псалом 5-й стих, 8-й. Да евреи до сих пор головами машут и там в Иерусалиме-то. Ну, ладно. Они пусть машут там головами. Давай. Читай. 5-8 читай. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклоню святому храму твоему в страхе твоем. Достаточно. Вот, слушай. Храм был расписан как снаружи, так и снутри. Сверху донизу. Значит, были херувимы. С одной стороны голова льва, с другой стороны голова человеческая. Вот. Он был расписан от и до. А внутри, ну, уже в Соломоновом не было, а до этого был и ковчег. Ковчег заветно стоял за заветой, да? Где тоже были херувимы. И представь себе, он говорит, в виду, в дом твой поклонюся ко храму святому твоему. Если бы кто-нибудь осмелился сказать, что дом Божий расписан идолами, хотя это было повеление Божие, что с ним было бы? Мне можно уже говорить или как? Конечно, да, 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 дело в чем, вот идолом может быть даже телефон, микрофон, даже Библия может быть идолом, хотя посредством ее мы освещаемся, все важно, какое отношение, как мы ведем себя по отношению к ней. Либо мы употребляем законно, либо незаконно. Это как примерно употребление ... Олежка, вопрос. Поклонюся ко храму святому. Я сейчас поясню, я поясню, чтобы было понятно, к чему я говорю и почему я так говорю. Я скажу некоторое присловие. Когда Иисус Христос умер на кресте, написано, завеса в храме разодралась, это одно место. То есть, конец храмового служения, я в этом вижу. Потом, когда самарянка возле колодца говорит Иисус Христос, она говорит, отцы ваши поклоняются на той горе, а наши на сей. Иисус Христос ей говорит, мы знаем, чему мы кланяемся, а вы не знаете. Почему? Потому что было повеление конкретно, где должен поклоняться. Если евреи были в плену, они поворачивали в сторону Иерусалима, по сути, они поворачивали в сторону храма, не столько... И они молились. И это было непременная атрибутика того, куда молиться и как, с повелением было сказано. Потом, когда в новозаветное служение написано «Вы храм Бога живого», Христос говорит самарянке, говорит, настало ее время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться мне в духе истины, не на той горе и не на сей горе. Люди сейчас, которые перетаскивают храмовое служение сейчас в это место, они пришивают к веской заплате новую заплату. Сие непозволительно делают. По той простой причине. Христос говорит притчу о новых, об отношении, когда к веской одежде не пришивают новую заплату. Когда в старые мехи не наливают молодого вина. Он объясняет, пытается объяснить и дальше в послании Галатам и в римлянах там очень много чего написано, что отделим закон. Есть служение веского завета, есть служение нового завета. И это надо понимать. Кто этого не видит, это проблема. Нельзя пытаться совместить, пытались совместить обрезания, пытались совместить еще иные вещи. Не должно этого делать. Тогда, когда сейчас в новозаветных храмах православных изменяются, я не то, что я противостою вам, я хочу, чтобы вы тоже услышали. Я не собираюсь воевать с вами. Я хочу, чтобы было понимание. Когда сейчас есть святая святых, там еще что-то священник заходит, взят прообраз от храма того. Но посмотрите, Новый Завет это служение не храмовое, это другое служение. Христос говорит, там написано в Писании такие, Царство Небесное внутри вас есть, вы храм Бога живого, если кто раздалит храм, того покорай Господь и так далее, и так далее, и так далее. Нету такого служения, что вот здесь вот храм и там прочее. Почему поклонялись храму? Я возвращаюсь опять к началу вопроса. По той причине, что там пребывал Господь. И Господь сказал, так и так и так. Было повеление сказано и об обозначении. Сейчас же храма Божья называется не каменное здание, не еще что-либо, а храма называется сердце человеческое, в котором живет Дух Святой. И посему повергаешься перед камнями и прочими другими изображениями, какими бы они красивыми не были, как бы нам это не нравилось многим, он поклоняется не тому. Я закончил. Вот так ты и не понял, что поклоняюсь к храму в том-то ему. Хорошо, ладно, договорились. Вот, а теперь посмотри еще. Вот Матфея 23, 19. Безумные и слепые. Что больше? Дар или жертвенник, освящающий дар? То есть, жертвенник, он освящает дар. Согласен? А жертвенник где? При храме, во дворе храма находился. Все было свято. Секундочку. Понимаешь, у нас только свято был стран. Сережа, Сережа, дорогой мой, есть понятие служения Ветского Завета и понятие служения Нового Завета. Где жертвенник? Написано о Ветском Завете, о служении Ветского Завета, что это закон был дан нам по причине преступлений, потому что умножилось беззаконие, чтобы Христос, вообще, во-первых, Бог написан, он говорит, дам закон вам, чтобы вы не истребили друг друга, чтобы вам было хорошо, в одном месте. В другом месте написаны такие слова, что закон путеводитель ко Христу. И служение вот это все, оно жертвы, жертвоприношения, храмового священства и все остальное, оно указывало на Иисуса Христа. Во Христе же совершился. То есть, это тень будущих благ, а тело во Христе. То есть, когда мы обращаемся от тела Христова к тени, мы неправильно делаем, мы отступаем, остаемся без Христа. Посему не должно такому быть, братья. Обратитесь к телу и в теле утверждайтесь. А тело же во Христе и храм, Христос определил храм где? Не на том месте, не на другом, не в картинах, не в чем-то. А внутрь вас есть, когда поселяется Господь в нас. Олежка, вот опять к евреям, вот ты о жертвеннике заговорила, нам сказано, мы, и апостол Павел говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют питаться служащие из кинии. То есть, вот мы сейчас православные знаем, что такое жертвенник, и мы его имеем. Объясни, пожалуйста, если вот апостол Павел имел жертвенник, да, то что ты подразумеваешь под жертвенником, от которого уже не имеют питаться служащие из кинии, то есть ветхозаветные священники. Так вот, служащие из кинии, это как раз служащие храмовым служением. По какой причине? То есть, чтобы сейчас мы питаемся, принимая Иисуса Христа в свое сердце и храм в нас, а те не имеют питаться, почему служащие из кинии, упор на скинию, по той причине, что желающий как бы обратиться ко Христу, он должен обратиться ко Христу и оставить служение из кинии. Нет. Слушай, хватит. Олежка, подожди, я тебе задал конкретный вопрос. То, что священники ветхозаветные, я тебе сам сказал, что они служащие из кинии и левиты. Я тебе спрашиваю о другом. Мы, вы, мы имеем жертвенник, апостол Павел говорит, мы имеем жертвенник. Расскажи, что такое жертвенник для тебя? Что такое жертвенник? Жертвенник? Это могу пространно только ответить. Я мог бы сказать, что жертвенник, это вот можно сказать крест, на котором совершилась жертва. Жертвенник, это, но не буквально в смысле слова, чисто метафорически именно сказательно, но прообразно это идет, не напрямую. Христос, Христос, посланник евреев, написано так, что мы, переменное священство, пришла перемена закона. Тогда, когда те ходили с кровью, тельцов, овнов, прочее, прочее, то сей сам и священники, и преросвященники приносили прежде за себя жертвы, потом жертвы за народ. Сей же пришел со своей кровью, не так, как те, которые приходили со всяким постоянством, то есть ежедневно присутствия, а сей принес единократно, единократно, и более не имеем того, чтобы кто бы приносил еще жертвы, потому что сей жертва есть совершенная, которая совершилась в то время на кресте Голгосском, и Христос умер за нас тогда, когда он умер на кресте, а воскрес, то есть это была жертва за грехи принесена, а воскрес для оправдания, уже для жизни новой. Вот смотри, он сам и жертва и сам первосвященник, мы имеем такого первосвященника, да, он сам и жертва и первосвященник, ты хорошо ответил, что сказал крест, этот, крест, жертвенник, так, а чё ж ты это? Если мы имеем жертвенник, ты ответил, крест, всё правильно. Это не значит, что мы сейчас должны ходить с крестами, говорить, вот всё, вот это всё, дело не в этом, дело, мы должны носить Христа в сердцах своих, а не в том, что что-то, носить изделие какое-то. Нет, подожди. Я закончу. Ну ладно, Владимир Тихонович, можно вас согласны? Я хочу сказать, что тема уже исчерпана, к ней что-то добавить, чтобы Сергей переходил. Дело в том, что вот я замечал, Олег много отвечает хорошо, а тут он сразу смутился. А почему? То есть на ходу начинаем придумывать, вот теперь внутри жертвенник, ну питаться внутри жертвенника кто-то может, нет, неправильно, Сергей абсолютно точно настаивает, показать, нет его? А почему нету? Почему мы по-разному понимаем? А это о внутреннем состоянии. Я коротко только скажу сейчас об этом. Если Христос сказал, что во все дни до скончания века будет церковью, то мы должны сказать, если его не было во втором, третьем, пятом, пятнадцатом веке, то есть понимали, это совершенно не так, как протестанты сегодня, то его и нигде не было, это был не Христос. Вы понимаете, какое кощунство идет? А если он в церкви, ну не мог быть там, где совершенно главное, это самое, нет рукоположения, нет таинства, нет жертвы, нет жертвы, нет алтаря. И поэтому виновен против крови. Я с сектантом знаю очень хорошо. Мне трудно назвать города, столичные, где бы я у них не проповедовал. И жил, и пил я вместе с ними. Никто не признает таинства. Почему Феофан затворник говорит, чтобы душа спаслась, она должна принять благодать. Благодать первая, призывающая. А она призывающая только от Бога, через проповедников. Обращающая. Тут я должен внутри найти отзыв, ответить, принять. И третье, освящающая. Это если нет рукоположения от апостольских времен, как у всех сектантов, то и нет таинства, нет благословения. Они не могут благословлять, просто словами говорят. Нет этого. А раз нету, нет освящающей благодати, нет просвещения ума, нет надежи на будущее. За этим слишком много. И спросить, а вот исторически сказать, неправильно, это веки, говорит, церкви, это части церкви, эпиопская, там, которые идут. Было ли, чтобы они, любой подходил, как у сектантов, и женщины ломают там хлеб? Никогда, ни в одном столетии. А все знали, если что-то есть одинаковое, об этом никогда не спорили, одинаково сохранили. Вот, что не сохранили, там могли быть еще диспуты, а здесь нет. Без священства нет таинства, и нет разумения полного. Речь идет о кощунстве, о святотатстве. Святотатство значит похитить святыню. А от чего? От того, что напротив выдало, что сегодня идол называется. И вот с сектантами беседу, допустим, мы возьмем тысячу человек. Тысячу из них все изрубили иконы. Речь идет не о поклонении, а о ненависти. Почему? Не просвещенной благодатью освящения. Нет освящающей благодати, как Феофан Затворник говорит. Нет. Или нету. Просто нет священства никакого. Я разговаривал с теми, которые обратились, стали православными. Я говорю, ты почувствовал? Это не то слово. Я не могу унять в себе радости. У меня глаза открылись на все, что я спорил о чем-то. Я вижу, Олег искренний человек. Но этой благодати нет. Не причащался и тело крови Христовой. Он не может перейти через это. Эту тему просто оставить надо. Олег рассуждает абсолютно правильно, но чисто по-сектантски. Храм это только человек. Храм это внутри. Но если храмы внутри, то кто тебя проверит там? Что у тебя внутри-то там? Ты про себя-то больше знаешь? От Менцисы не так понимают. 21 тысяча человек, и все понимают по-разному. Где храм? Где Итальское капище? Где блудилище устроили? Никто ни над кем не смотрит. А почему переданным крестителям приходили исповедовали грехи свои? А это никого. Я сам себе решаю. Я встречаюсь сейчас в интернете. Это ужас. Завал один. Православные всегда покажут. Православные. Сектанты никогда. Я христианин. Я их троих взял, и все в разных сообществах находятся. А вы чего спрячетесь-то? Как змеи в траве. Ты скажи, я такой-то там. Ну назови какое. Но мы... Не может сказать. Страх закрывает уста. Если мы этого не видим, не находим к ним пути, ну может быть завтра откроется. Я Олега очень понимаю. Нет освещающей благодати, и он не может перейти это. Не может при всей искренности, желания. Он начинает внутрь храма. Сергей говорит, ну жертвенник откажут, питаются. Он не слышит сейчас это. Почему? У них нет этого учения. Нет алтаря, нет жертвенника. Нет бескровной жертвы, нет литургии. Это сироты. И почему сектанты, когда приходят, по-настоящему, они говорят, у меня внутри радость, как будто я вернулся домой. Я был где-то, сам не знаю. Притом не один. Совершенно разные люди в разных государствах. Чувства, и его не обманешь. И поэтому поблагодарить Олега просто необходимо. И помолиться, что Бог снял эту завесу. Вы просто, ну не знаете. Посмотрите, как понимал Златоуст. Как вы, нет. Всех святых отцов возьмет. Кто-нибудь понимал, как вы? Не один. 15 столетий, 16. Ну не может же один Олег знать, а 16 столетий в церкви никто не понимал. тут серьезный вопрос. Речь идет о спасении души. Мне Олег просто нравится. Я, ну должен я это сказать. Во славу Божию. Отошел. Смотрите, по времени, может уже вопросы нашел. Да, по времени уже, конечно, затянули мы вот этот вопрос. Разбираю. Так, у кого возникли вопросы? Валерий, у меня как бы исходный с этим же, с темой вопрос. Вот, Игнат Тиканович, скажите, пожалуйста, вот чем отличается нательный крест священника от нашего нательного, ну, который носят на груди православный? Ничем, ничем. Абсолютно ничем. Но так принято, так, ну, звездочка, чем отличается? Ну, одна звездочка младший лейтенант, а одна звездочка большая генерал-майор. Чем отличается? Понятно. Вот и весь ответ. Так скажите, пожалуйста, в туалет, когда ходит, батюшка снимает крест? Понимаете, вот вы со мной разговариваете, это я не священник. Я ни разу не видел священника. Ну, вот я вам скажу, что они, любой батюшка, а почему же вы свой нательный крест снимаете? Нет, потому что это нательный, а это наперстный. Я поясняю сейчас. Да, вот именно. Нательный, а то наперстный, и он снимается, ложится спать, снимается. А этот никогда, в бане хоть где-то не должен снимать. Назначение разное. я не про это немножко. Я не про это. Потому что там, на вот нательном кресте, который я не знаю, ну, я не ношу сейчас. Я раньше носил, а сейчас я не ношу крест с Христом. Без креста. То есть, крест у меня есть. Старобряческий. Старобряцы никогда Христа не носили на кресте. По причине, ну, как и иконы, как бы, они металлические, потому что там, вы знаете, о чем я говорю. Так вот, почему, вот это, мне кажется, тоже относится вот к этой теме, которую мы только что обсуждали. вот сейчас. Потому что, как бы, подменили, католики нам подсунули вот это, красиво, да. Тут на одном из кладбищ я зашел, а им, как бы, они делают надгробие, а ноги складывают по-католически на одной. Я говорю, это что, католики у вас здесь, католические? Нет, православные. Я говорю, да почему ноги-то вы так делаете? Как все православные так делают? Я говорю, да вы что, сдурели это в Рязани? И они все так, пол кладбища у них так сделано с такими ногами, на одной, нога на ногу сложена, одним гвоздем приколочен. И все, люди же не знают об этом. И здесь тоже люди не знают. Сергей, если ты хотел об этом добавить. Я понимаю, когда крест у меня не как икона висит, с крестом, а как символ, я могу ходить, да, везде с ним. Показываю, что это символ мой. Даже в туалете я могу всем засвидетельствовать. Я православный. Я не гнушаюсь этого, даже здесь. Но не нося при этом Христа. Потому что это, как вот если сказать Олегу, скажем, родители твои, ты их уважаешь, ценишь, как же можно их не уважать и не ценить фотографию этих родителей, изображения. Ты же под ним видишь их сущность, значит, отношение твое к этим, к родителям твоим. А здесь отношение-то к родителям, скажем, Божьей Матери, Христу. Как же их можно рубить-то? Это как руки-то не откохли. Отошел. Это если вы понимаете отношение как к матери, как к отцу. А здесь люди явно видели, что это было для них. И я вам скажу, что православные зачастую, я не говорю, что все, но зачастую они боятся не Бога, а боятся своих крестиков и боятся икон. И это факт. Когда я утратил фотографию родительскую, я говорю, ну да, жалко мне, печально, но я не боюсь кары какой-то, что покарает меня за это Бог. И нет у меня страха перед этим, есть, возможно, печаль. Но тогда, когда у православных случается, утратил там что-то, у него есть страх. Как же, я потерял, я всю жизнь свою напрасно прожил. И это есть. И нельзя этого отрицать. Если у кого-то этого нет, это не значит, что этого нет у всех. Поэтому люди поступали так, которые приходили, к примеру, веровали и видели, что в иконах выделили идолов. Это не было богоборчество, это было уничтожение в глазах идолов. Поэтому не надо передергивать. Все, я закончил. Потеря иконы, потеря иконы, это наследие у нас язычество, когда я так думаю. Черная кошка, как поплевал через плечо, левое, правое, подпрыгнув. Это все оттуда идет, Олег. Зачем же вы так к этому примыкаете? Это не православие уже, извините, это болезнь православия. Это надо видеть. Я не примыкаю к этому. Нет, а вы говорите, что все православные боятся потерять иконы. Да, боятся потерять, как святость, правильно, все боятся. Крест я боюсь потерять, потому что мне это как бы, он со мной срос и все. Это не значит, что я должен посыпать себе пеплом после этого. Дорогой Валерий, вы простите меня, вы неправильно, возможно, как-то восприняли однобоко или еще, и поэтому возникают перекосы. Вы говорите, как так? Для меня страшно. На сегодняшний момент я в зоне служил, я смотрю, там каждый, да если не каждый первый, все с крестами ходили, и они называют себя православными. Толку от этих крестов, когда в сердце не живет Господь, когда они не имеют крещения Духом Святым, когда они хранят на себя святости по воле Божией. Что толку от этих крестов? Остановитесь и позаботьтесь о том, чтобы Господь всегда пребывал в вашем сердце, и чтобы вам пламенеть Духом Святым. Духа не угощайте, и покорности Господу ходите, и будет вам хорошо. А когда вы носите на шее крест или не носите, это уже дело третье. Ваши отношения, если вы перед ним приобретаетесь, преклоняетесь, страх у вас есть перед ним какой-то, это страх и глупоклонство. Господа Бога, бойтесь и светите его в сердцах ваших. Все, я закончу. Без комментариев. По еще вопросам? Прошлый раз я просил тему одну о подмене. Может, что-то подготовил кто-то? Поделится? Ну, вот я нашел сказание Викентия Ливенского. Первый раз слышу такое, но мне понравилось. Что значит принимают вид апостолов Христовых? Вопрос. И он толкует. Это значит, что апостолы приводили свидетельства из Божественного Писания. Приводили их и они, то есть вот эти, которые принимали лжи апостолы. Апостолы приводили доказательства из псалмов, приводили и они. А апостолы приводили из речения из пророков, точно так же приводили и они. Но когда то, что приводили они подобно апостолам, начали они неподобно апостолам толковать, тогда и открылось отличие подлинных апостолов от мнимых, неподдельных от поддельных, правых, от превратных, истинных, наконец, от ложных. Вот где зарыто вот это подмен толкование. То есть и те, и те толкуют, у тех, и тех одна Библия. Все. А где, а как узнать, где истинное толкование, а где неистинное? Вот давайте разбираться на эту тему. Как отличить ложных от неложных? Кто извращает Писание, а кто истину говорит? Где вот это толкование сохранилось? В какой церкви-то? Отвечать можно? Да. Призыв только один. пока. Чтобы толкование, которое ты уже узнал, не противоречило ни одному месту из Святой Библии. На 77 книг, не 66. Не противоречило. А вот я говорю, как узнать сектанта? В первую очередь, самое первое, у них нет никакого понятия о церкви. А мы храм Божий, где двое или трое, а то, что их 21 тысяча все разные, этого даже не хотят слышать. Но почему-то все разные, если один Дух Святой, почему он по-разному учится? Ну, тут насмешка сатаны просто. Хочу, чтобы сеял, как пшенисту. Второе, у всех одинаковое отношение к изображениям, святотация. И третье, отыщение к царству. Церковь не будет страдать. Более хитро, нельзя людей обольстить. Ну, раз не будет зимы, и окна не заклеил, и угля не заготовил, и мы все замерзли. Написано, ради избранных дни сократятся. И при том, все одинаковые секты, все, каких бы ни назвал, начиная с баптистов, самых правильных сектантов, они ближе всех православных. Что тысячелетнее царство, значит, праведники будут восхищены, это у них три прихода Христа, не два. Это написано, второй раз явится, для спасения. И грешники будут мучиться. Все одинаково. Писание говорит, оставьте расти вместе до жатвы. Жатва и скольчина века. Плевелы и пшеница это грешники и негрешники. Точнее нельзя сказать. Прича истолкована и ничего нельзя добиться. Почему? Нет освящающей благодати. Упрямство нечеловеческое. Я все доводы привел, 72 места относительно этого. Я воскрешу в последний день. Марфа и говорит, знаю, воскресен брат в последний день. Кто будет есть плоть и сына человеческого будет иметь жизнь. Я воскрешу в последний день. Все места говорят последний. Нет, они за последним еще тысячу лет. А в году 365 дней. То есть ошибка в 365 тысяч дней. И умные люди, вот я разговаривал, всех руководству, там Карев, там Житков, ну там кажется уже ничего нельзя объяснять. Ну верите, что жатва и кончина века. Ну и что? Это речь не о мире, не о церкви. Ну написано мир. Племеты это грешники. Перетолковывают. Я говорю, здесь перевод не такой. То есть дьявол мутит мозги. Если не так пропадет, что ему? Да ты скажи анафему и отойди от него. Убедить невозможно. Нет освещающей благодати, нет просвещения разума. Тысячелетнее царство. Иконы еще там можно порубить и бросить, а тут никак. Страдать не будем. Ну отсюда живут, говорят, с открытым корытом. Все можно объяснить, а знаете, все, все можно объяснить, но только по Слову Божию не сходится. Христос говорит, Христос говорит, везде воскреснут вместе, у сектантов нет, поврось. Ну тут даже доказывать нечего. Если в этом такое заблуждение твердокаменное, то под сомнение все остальное. Вот так. Можно я что там? Бой Сергей, давай. Ты потом я, в общем, получилось так, что я к этой теме не подготовился как должен, нехорошо. Я не думал говорить, но раз пошла, я видел, что отошло от темы, да, подмена. Подмена, первая подмена, то есть мы знаем, что дьявол это сам ничего не выдумывает, он обезьяна Бога, он может только извращать и подменять. Первая подмена, когда произошла в раю, первая, самая первая подмена была в раю, когда говорит, нет, не умрете, но знает Бог, что станете как Боги. И люди извратили и подменили то, что обещал Господь, извратили и отпали. с этого, вот, сколько там Игнатий, сколько миллионов уже погибло, да, после этой подмены, когда он обманул Еву и подменил. Ну, вторая подмена, когда была, на Синае, когда Моисей вывел Машерабейну, вывел народ израильский, ну, и, может, это не вторая подмена, до этого тоже были такие, но, насколько мы знаем по Библии, насколько я вспомнил, да, получается, только Моисей поднялся, прошло несколько дней, и они Арона просят, сделай нам подмену, нам нужно кому кланяться, сделай нам тельца, тут же человеческая плоть, она потребовала видимого идола, да, опять подмена произошла Бога на это самое, вот, пока Моисей не вернулся, это, ну, третья подмена, по моему, по счету, так вот, когда, когда народ израильский попросил, будем, как другие народы, Самуила, дай нам царя, помашь нам царя, вот, чтобы мы были, как другие народы, им не нужно было, чтобы Господь был у них царь, им нужно, чтобы царствовал над ними человек, он говорит, будь брать ваших дочерей в жены, в свои гаремы, будут там с вас налоги брать, вы сейчас свободные будете, нет, мы хотим, как другие, как все остальные, опять подмена подошла, произошла, Бога на царя, далее под царь Соломон, когда он впал, выдал поклонство, да, вот, с хираном, опять изобретатель масонства, собственно, изобрел каменщики, масоны, строители, вот, масоны, и отсюда уже пошло, какая подмена, подмена из подмен, когда уже Машеха стали ждать такого, который был нужен, когда будет золото, то есть, как медь, да, вот, чтобы быть только богатыми, ну, как корень всех зол, мы знаем, что, сребролюбие, да, вот, сребролюбие корень всех зол, и от этого вот уже начинается здесь, от царя Соломона, когда человечество становится, уже идол, становится его непосредственно сребролюбие, идолопоклонство, и здесь вот, уже все, Машех должен быть такой, как наш, как мы хотим, то, что мы поставим, тот и будет нас Машехом, вот, и, значит, это вот учение, оно шло до Христа, и когда пришел Христос свои, которые должны были его принять, они его не приняли, потому что традиция им не позволила, традиция, потому что мы должны быть царями и священниками во всей земле, и неважно каким мы способом, своими личными усилиями, или Господь нам поможет, тоже хорошо, но мы своими усилиями готовы стать, да, и вот они Христа отвергли, я пришел во имя Божье, вы меня не приняли, а тот, кто придет во имя свое, вы его примете. Далее, когда появляется уже христианская церковь, происходит тоже одна подмена, и вроде бы в этом никто не виноват, здесь уже получается и виноваты сами епископы, когда приходит церковь Константин, он дает миланским Египтом свободу христиану, свободу церкви, и некоторые христиане решили, что, а вот почему бы нам не стать богатыми и красивыми и счастливыми, да, вот, и опять же сребролюбие, оно сыграло свою роль, да, и епископы захватили власть, монахи, монахи-епископы, и прошла подмена, извращение христианства, которое только можно, до этого было попытки извращения, но там монашество, здесь даже с одной стороны как бы люди искренне уходили, не имея грамотности, не имея возможности, давай, у нас еще люди есть вопросы, не имея возможности изучать священного писания, они как бы уходили в пустыне, ну, здесь тоже подмена произошла, как бы, подмена истинного христианства, такой вот астетикой, не христианской, да, но это, а потом она смешалась еще с сребролюбием, когда пришел Константин, легализовал христианство, в Риме там произошло свое подмена, когда Папа Римский стал на место Христа, на месте Бога на земле, все, опять подменил собой Христа, и далее уже лютеранство, самая близкая к нам такая подмена, ну, одна из самых близких подменок лютеранства, когда истинное христианство уже для апостольского преемства, он подменил солофиды, только верой, только верой спасается, и все, и больше ничего не надо, не завет с Богом, то есть, как бы, вот как Инатий Тихонович говорит, благодать только призывающая, и все, а остального нет, свящающие благодать, и они не понимают, тоже подмена, ну, и там далее, еще есть такое дело, что вот о Вавилонской блуднице, но я пока говорить не буду, как бы, вот эти вот подмены я перечислил, но тему я не открыл, поскольку я не был, не готов сегодня. Не готов, не готов, а больше всех оговорил. Ну, время занял, и все. Давай. Еще вопросы, у нас 4 минуты. Нет, мы не вопросы, я как бы освещали тему, Игнать Тихонович просил. да, да, тему. Ну, давайте уж тогда, Игнать Тихоновичу дадим слово, когда он эту тему поднял, к резюме. Сергею я хочу сказать, Иев говорит, я как вином переполненный мех, так и не готовился, а сказал чуть ли не все, только и жития святых не затронул. Что значит благодать освещающая, просвещающая мозги? Это, понимаете, нельзя доказать, стадешь говорить, вы о себе там думаете, ну, думай, не думай, но сравнивать надо. Вот представьте, город, большой город, по тем временам, как Невия, посылает туда Григория Чудотворца. Он там пробыл, ну, допустим, пять лет, и дает отчет, когда я приехал, было 17 христиан в городе. Когда его сейчас в капитале переводят дальше, в городе осталось только 17 язычников. Сотни тысяч людей пришли. Вот благодать, где была. Ирина, 5 мая, день ее памяти, 150 тысяч обратилась. И как могла церковь это вынести все? И, конечно, приходили люди разные, но все возвращалось опять же к тому, с чего начали. Встают люди, как блаженный Иероним. Блаженный Иероним написал о нравственности священства. Это было потрясение для всей церкви. У него много друзей было. Его у нас Златоуста посчитают, а в западной церкви Иеронима Стридонского в 420 году он умер. Он на таком же уровне. Он перевел. У него гигзаплоригена были. Он перевел на латинский язык вульгата. Это его труд. В Вифлеемской пещере 30 лет переводил. И знал все, что делается. И когда написал этот трактат, назовем его так, а нравственности священства, язычники от руки переписывали, размножали, как пишущая машинка. Все друзья от него отвернулись. А он понимал, по-другому нельзя. Как Солженицын говорит, надо все-таки раздеться, увидеть свою язву и проскрести себя по хребту раз-другой. Он это сделал. Тех, которые его поносили, что он хулитель, ты мать церковь раздел, сейчас любят это мать церковь, и она мне не мать, там патриархия или кто. И началось оздоровление. А как? Времена Деки 249 год. Люди в институты видимо пошли везде, жить в этой жизни надо, ну как, благовестие богатства, там как Максим Максимов проповедует, обогащение. Деки ударил, одна пыль пошла. Через три года церковь полностью обновилась и увеличилась в размере, а его через три года убили. Вот как Бог делает. Православие всегда из пепла вставало. И ныне вы не знаете, я не называю даже имена, какие люди есть, как восстают они, как молятся, какой труд несут. Видите, которые рядом. Она икону потеряла, потеряла жизнь. Я ни разу таких православных не встречал, даже не видал таких. Да, действительно, перехлёстывает их, они не знают. Опять же, падает на то, что они научены. Но стоит только дать Евангелие, вы посмотрите, какие герои веры восстают. Вот сектанты в руках держат Библию. Спрос будет другой. И спрос будет очень большой. Почему? Верено Слово Божие. Великое преимущество сегодня быть сектантом, как иудеем, что вам верено Слово Божие, но вам не верено. Мы не можем этого сказать, и преимущество теряется. Во-первых, вы его не переводили, в каноны эти книги не ставили, и отвергли толкование. А без толкования все разночтения. А как разуметь, если мне не наставят? Евангелие считал Писание, а что он понимал? Так и в Новом Завете Бог поставил одних учителями. Вот посмотрите, поставил апостолами, пророками, в третьих учителями. Я разговариваю с сектантами. Первый отвечает правильно, апостолы во-вторых спотыкаются, третий молчат. Ну, учителями поставил. Учителя умирает, и каждый век, каждый год нам нужны. Кто? Назовите одного. Ни одного не могут назвать в 16 столетах. Но третью часть отрубили. То есть узор взгляда на истину. Это надо посмотреть просто сверху. Ну, а может ли быть? Не может быть. Каждый день новые секты рождаются. Я знаю, в Барнауле только 68, кажется, секты зарегистрированы. В Новосибирске там намного больше. И каждый день рождается, каждые две недели новая секта. И будет конец? Нет, не будет. Почему? Нет освещающей благодати, нет причастия тела и крови Христовой. А хлеб его ломай хоть каждый день. От этого ничего не изменится. А освещающая благодать может найти только через рукоположенных. А откуда известно? Восьмая глава Деяния апостолов. Пока апостолы не пришли, самаряне не имели Духа Святого. А их диакон Филипп крестил. Крестил, а Дух свести не может. Вот это на сегодняшний день для всех сектантов. Стадия самарян. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому я их не то что поносить, я скорблю. У меня много очень хороших, знакомых, среди протестантов. Но вот на этом все остановилось. Нет благодати освещения, нет священства. И они понимали, сделали розыски. При мне это было. Поехали в Германию, поехали в Нидерланды. Начали провозглашать епископом Мартина Лютера. Мы от него получили. Ну, зачем же они правду говорить? Он не был епископ, он был просто монах, ученый монах. То есть некоторые начинают понимать. А какой выход? Вернуться домой. Принять епископат и стать православными. Ну, пусть не будет у вас икон это, но не рубите их, не хулите. С ними можно разговаривать. Но я всех не знаю, но которые знаю, можно. Это люди трезвого ума. Но не имея благодати, ум зацикливается. Все. Позвольте сказать. Поглавляю, у нас время уже вышло. Все, все, тогда я буду спрашивать. Ну, давай, на молитву призывай. Давайте в другой раз продолжим эту тему. Можете помолимся. Можете помолимся. Можете помолиться. Можете помолиться. Можете помолиться. Можете помолиться. Можете помолиться. Дивный наш Создатель, любящий Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, даруй нам всем истинное разумение в Духе Святом, Слово Твоего, чтобы оно было живым и действенным для нас. Благослови патриархов, пап, епископов, священства, паству и всем даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым, чтобы душа наша отвлекалась на живое Слово, которое все еще действует в мире. Еще не ходим мы от моря и до моря, ища Слово Божие. Оно у нас на столе, да будет в наших сердцах. Благослови всех, кто не имеет благодати освящающей, чтобы разум был освящен смирением и кротостью, ибо дивный путь прошла Церковь Твоя. Сколько мучеников засвидетельствовали жизнью Своей, что истина в Церкви. Распусти нас с миром, Господи, ищи помни те, где идет война. Даруй мир, Господи, Израилю, Россию, Украине и Сирии, где нет мира. Посети детей Твоих убиваемых, прими их в Царство Небесное. Распусти нас с миром, Тебе Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С миром Божьим. Да, Сереж, отмечи нас с нами. Что-то дяди Миши сегодня не было для безмечного. Как у него здоровье тут? Миша-божьим. Да. Я стал демомен.